Здравствуйте, в эфире информационный выпуск студии ФАКТ. С вами Юлия Гурьянова и в начале выпуска коротко о главном. Тазовские поисковики торжественно заступили на очередную вахту памяти. Есть какой-то вирус поисковый, который цепляет один раз и уже не отпускает никогда. Десять человек отправятся в этом году в экспедицию в Волгоградскую область. В рамках недели добра тазовчане собрались вместе, чтобы сплести маскировочные сети для участников СВО. Главное, чтобы это было все впрок, на пользу, чтобы, возможно, кому-то и жизнь спасло. Готовые изделия уже через две недели отправятся в зону проведения спецоперации. Найти идеального сотрудника или работу мечты? По моей профессии, по моему опыту работы, будущее, наверное, есть. В Тазовском впервые прошла ярмарка трудоустройства. Увековечить историю каждого бойца. Накануне в Тазовском был дан старт муниципального этапа всероссийской акции «Вахта памяти». А это значит, что совсем скоро в Волгоградской области стартует поиск захоронений солдат времен Великой Отечественной войны. В нем уже по традиции примут участие и тазовчане. Кто вошел в состав нашей команды, знает Екатерина Фомичева. Сегодня холл районного дома культуры больше похож на полевой лагерь. Палатки рассказывают о быте на выезде. А специальное оборудование намекает на то, что северяне отправятся не на отдых. Эти пинпоинтеры, например, как называют их поисковики-морковки, помогают искать металл в грунте локально. А за более масштабную работу отвечает вот этот аппарат. Одна из наиболее важных или нужных приборов, который был приобретен в прошлом году и который мы только попробуем в этом году, это вот такой металлоискатель. Дело в том, что он модульный, и к нему есть возможность подключать разные поисковые катушки. Если вот этой поисковой катушкой мы можем скамировать до полутора метров глубину, находить приборы, то большая поисковая катушка может определять глубины и провалы, как заверяет производитель, до 12 метров, а металл, уверенно, найдет на глубине более трех метров. Тазовский поисковый отряд «70-я весна» вновь отправляется в межрегиональную экспедицию «Донской фронт». Походные рюкзаки уже упакованы, билеты до Волгоградской области куплены. В приоритете важнейшая миссия – обнаружить останки бойцов времен Великой Отечественной войны, идентифицировать их и перезахоронить с почестями. В этом году в поисковых мероприятиях примут участие более 400 человек. Вместе с ямальцами это 48 отрядов из Архангельской, Иркутской, Оренбургской, Самарской областей, Москвы и Татарстана. Ожидание от этой поездки – узнать что-то новое, больше, чем в той поездке. И, конечно, хотелось бы поднять больше бойцов, чем было на прошлой экспедиции. В 2021 году мы подняли точную цифру, не скажу, на больше 100. От Тазовского района в экспедицию отправятся 10 человек. Среди опытных участников есть и новички. Сегодня в торжественной обстановке им вручают шевроны. Кстати, пришивать их на парадную форму поисковики будут самостоятельно. Это своеобразный ритуал посвящения в команду. С поисковым отрядом я познакомился при помощи моей дочери. Она два года подряд ездила на вахту памяти. Сейчас она студентка, и вот почетная миссия выпала мне. Я еду сопровождающим в составе поискового отряда. Моя подруга уже туда ездила, она мне все рассказала. И это звучит очень интересно. Экспедиция для тазовчан стартует 25 апреля и продолжится до 7 мая. Все это время они будут жить в полевых условиях. После примут участие в праздновании Дня Победы, которое будет проходить в Волгограде. Опытные поисковики добавляют. Итогом работы станет то, что останки советских воинов будут с почестями перезахоронены 23 августа на военном мемориальном кладбище в Городищенском районе. Как мы говорим, в среде поисковиков, наверное, есть какой-то вирус поисковый, который цепляет один раз и уже не отпускает никогда. Это касается как ребят, подростков, так и взрослых людей, которые пусть даже и в старшем возрасте, побывав впервые на вахте памяти, и потом уже планируют свои отпуска, как-то меняют даты отпусков и с удовольствием присоединяются на вахту памяти. Также в рамках торжественного открытия муниципального этапа вахты памяти поисковики возложили цветы к мемориалу воинам-тазовчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Их поддержали кадеты Истанской школы-интерната, районные депутаты, представители администрации и неравнодушные северяне. Екатерина Фомичева, Максим Епишин, Студия Факт. Вопрос обеспечения безопасности в майские праздники и повышения защищенности объектов транспортной инфраструктуры обсуждались на заседании антитеррористической комиссии. Оно прошло в Салихарде под председательством губернатора Ямала Дмитрия Артихова. Перед началом заседания губернатор Ямала выразил соболезнования близким погибших во время пожара в жилом доме в Лабытнанге, который случился в минувшую субботу. Семьи остались без дома, дом полностью сгорел. Марина Руна, прошу держать на личном контроле. Знаю, вы этим сейчас активно занимаетесь. Вопрос компенсационных мероприятий, оказания помощи семьям. Весь город традиционно сплотился, помогает, сейчас оказывает помощь. Проводите штаб в регулярном режиме для того, чтобы оказать помощь людям, которые остались без крова. Нужно будет потом отдельное решение принять в части жилищной политики, чтобы, соответственно, семьям оказать помощь для переселения уже в постоянное жилье. Справедливо, что для дознания потребуется еще несколько недель для окончательных решений. Но вот жильцы передавали, что был костер для приготовления. Во всяком случае, есть такая информация. Это вот, учитывая впереди идущие праздники, всем нам такой очень сигнал это не допускать. Все службы округа готовятся к усиленному режиму работы во время майских праздников для охраны общественного порядка и безопасности. 9 мая на территории округа будет задействовано порядка полутора тысяч сотрудников полиции, 100 сотрудников Росгвардии, а также добровольческие дружины. На случай необходимости сформирован резерв. Для недопущения актов вандализма в майские праздники будет усилена охрана монументов воинской славы. Всего на Ямале их 54. Две трети объектов находятся под видеонаблюдением. Шесть оборудованы системами звукового оповещения. В округе продолжается работа по паспортизации объектов транспортной инфраструктуры. Закуплено новое оборудование для речпорта Салихарда. Будет усилена безопасность двух аэропортов Салихарда и Надым. В окружной столице усилят систему видеонаблюдения и охранной сигнализации. В аэропорт Надыма закупят шесть единиц оборудования. Дмитрий Артюхов подчеркнул, что техническое оснащение системами безопасности объектов транспортной инфраструктуры должно быть на высшем уровне. Это в первую очередь касается аэропортов и железнодорожных вокзалов, как входных ворот в регион. Сотрудники, отвечающие за безопасность, должны находиться на объектах постоянно. Следующий шаг – усиление мер на автомобильных дорогах округа. На Ямале продолжается неделя добра. Северяне помогают детям, пожилым, семьям, участникам специальной военной операции, всем тем, кто нуждается в поддержке. Так, накануне представители общественных организаций совместно с сотрудниками Департамента социального развития администрации районов участвовали в плетении маскировочных сетей для бойцов СВО. И ее тогда даже завязывать не надо будет. Под их ловкими руками вырисовываются ячейки маскировочной сети. С ее помощью в зоне боевых действий можно спрятаться от противника, надежно укрыть не только отдельные единицы техники, например, артиллеристскую установку, но и целый полевой штаб, инженерные сооружения или даже аэродром. В зависимости от необходимости материал имитирует песок, зеленые насаждения или хвою. Главное, чтобы это им помогло. Главное, чтобы это было все впрок, пользу, на пользу. Вот, чтобы, возможно, кому-то и жизнь спасло. Мало ли. А почему сегодня сюда пришли? Потому что я всячески пытаюсь поддерживать наших ребят. И не только я, а наша семья. Мы стараемся помогать. Присутствующие здесь активисты с самого начала специальной военной операции принимают участие в акциях, направленных на поддержку солдат. Среди них председатель общественной организации ветеранов войны и труда Виктор Москвин. Всю свою жизнь он занимается охотой и говорит, что сегодня при плетении сети использует свою авторскую технику. Нормально все, хорошо, вяжется хорошо. Я думаю, что как бы то ни было, все равно какая-то помощь будет, какая-то будет какой-то камуфляж для ребят. Дачная сетка, деревянный каркас, 13 метров камуфляжной ткани и жгуты. За два часа стараний северяне сплели 6 квадратных метров. В ближайшие дни работа возобновится. Самое сложное отмечают организаторы – смастерить подставку, заказать материал и сеть. Остальное – дело техники. В этот раз мы еще тоже посмотрели везде в интернете, каким образом они плетутся. Решили немножко модернизировать, немножко изменить плетение. Если мы в тот раз плели на узелках, то есть в каждую клеточку мы завязывали в узелок, в этот раз решили именно плетением делать, пропуская через каждую клетку. Сегодня тазовчане сплели одну маскировочную сеть. Еще одну своими руками сделала родственница участника специальной военной операции. Их отправят в зону боевых действий через две недели. Екатерина Зайцева, Денис Михайлов, Студия «Факт». А в Лабытнанге в рамках недели добра прошла благотворительная ярмарка – пасхальный сувенир. На ярмарке представлена работа участников студии декоративно-прикладного творчества «Дара» и студии вязания «Клубок». Декоративные подставки под пасхальные яйца, вязанные корзинки для кулича и сувениры. Все деньги от продажи будут направлены на поддержку участников СВО. Они же за нас, за наше мирное небо над нами воюют. И хочется помочь им хоть чем-то. Во время войны дети стояли за станками по 20 часов, а мы уже хоть маленький вклад какой-то внести обязаны. На этой северной ярмарке не продают колбасу из оленины и копченую рыбу. Теплых бурок с колоритными сувенирами тоже нет. В Тазовском центре занятости впервые прошла ярмарка трудоустройства. Она – часть большого федерального проекта по поиску вакансий. Цель – познакомить друг с другом работодателей и соискателей со всей страны. Детали собеседований и профориентационного квеста в репортаже программы. Девятое собеседование за последний час и первое удачное. Они нашли друг друга. У Ирины диплом химико-технолога и опыт работы на водочистной станции. Анастасия – начальник отдела кадров в Тазовском филиале компании «Ямалкомненерго». На ярмарке трудоустройства северянки уже обсуждают детали. От графика смен, льгот до лояльности компании к молодым мамам. У Ирины – двое детей. О мероприятии я узнала, конечно же, девочек. Они мне сообщили, позвонили, пригласили на ярмарку вакансий. Я пообщалась с работодателями. Ну, как бы по моей профессии, по моему опыту работы, как бы, будущее, наверное, есть. В основном мы ищем рабочий персонал. Требования к ним минимальные. Мы готовы обучать за свой счет. Поэтому базовое образование и желание работать. Также у нас есть вакансии специалистов, где требования там немножко пожестче. Там обязательно средне-специальное либо высшее образование. Опыт работы желателен. Коммунальная компания сегодня представила на ярмарку трудоустройства 32 вакансии. С лесарем, сварщиком, плотником обещают зарплату до 45 тысяч рублей на руки. Юрист-консультам и бухгалтерам – до 60. В общей сложности за день собеседования прошли 10 северян. Мы вообще на работодателя ориентированы. У нас как раз заявился такой работодатель АО «Ямалкоммунэнерго», филиал в ТАССКОМ районе. Ориентирована, конечно, ярмарка на соискателей. Здесь есть уникальная возможность, как раз не выходя за стены кадрового центра, побеседовать с работодателем. Возможность сменить карьеру, то есть получить образование, узнать, где какое образование, либо открыть собственное дело. Ярмарка трудоустройства – это не только для взрослых, но и большой проект по профориентации школьников. Восьмиклассник Арсений сегодня впервые пришел подать заявку на летнее трудоустройство. Говорит, еще не работал ни разу. Кем именно придется трудиться, не знает. Будет выбирать из курьеров и работников по благоустройству. Кстати, план на лето трудоустроит 369 человек. Это, наверное, поможет вам при поступлении, я даже уверена, не то, что «наверное». И как-то, наверное, в дальнейшем, в будущем. Поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы. А это уже экскурсия по центру занятости для будущих выпускников Тазовской средней школы. Детям сегодня предстоит пройти квест на каждой из четырех станций «Викторина» и возможность протестировать одну из четырех профессий. Малыши Карлсон помним? Молодцы. Что нарушает Карлсон? Правильный ответ. Пренебрегает правилами полетов, незаконно проникает в жилище и подстрекает несовершеннолетнего к опасным шалостям. Тут работа непочатый край для будущего юрист-консульта. На следующих станциях можно попробовать себя в роли сварщиков, слесарей или, вот, лаборантов химического анализа. И попробуйте покапить и капнуть на каждый продукт. Вы один будете или можно? Да, мы пусть. А, хорошо. Как вы думаете, где больше всего находится крахмала? Почему? Потому что по чернему, по чернему. Да, чтобы человек понял, кем он хочет быть, если еще не определился. А ты бы здесь хотела кем-нибудь быть, вот, из представленных профессий? Ну, пока что нет. А кем будешь вообще, когда вырастешь? Нет идеи. Они, возможно, дают начальное понимание в определенной сфере работы, чтобы потом легче было определиться с работой в будущем. Я уже определилась, куда я буду именно поступать. Такие мероприятия помогают, потому что ты можешь сравнить в разных городах России, где выгоднее будет, лучше тебе, ну, дальше продолжать работать по данной профессии. Кем будешь? Педагог начальных классов. Сегодня в базе данных Центра занятости 700 вакансий, которые подали именно местные работодатели. Самые востребованные – педагоги, предметники, специалисты доп. образования, культуры и спорта, а еще водители – представители всех коммунальных и строительных профессий. С начала 2023 года через Центр занятости работу искали 45 тазовчан. Из них 29 уже успешно трудоустроены. Наталья Горкина, Денис Михайлов, Студия Факт. И на сегодня это все новости. Смотрите информационные выпуски Студия Факт. Следите за событиями, которые происходят в Тазовском районе. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»